Здравствуйте, дорогие друзья! Как приятно вас всех видеть. Знаете, было такое чувство, что вдруг не заберется наш круг. Тех, кто привык общаться друг с другом, потому что если у людей есть единомышленники, это, наверное, очень важно. Это самое главное на свете. Когда тебя понимают, когда тебя пока не пытаются понять, когда ум хорошо, а много умов это лучше, а то, что, в общем-то, доказано, не нужно. Сегодня у нас с вами появился чудесный повод. Издательство Сауриса Лекочеса помогло нам. И мы издали новую мою книгу, которую назвали «Не перерывай связь с времен». Вот так вот она выглядит. Вот у вас есть возможность полистать ее. О самой книге чуть-чуть подробнее расскажет уважаемая поэтесса Ларина Витальца Толбатова чуть-чуть позже. Вы знаете, она очень активно пишет, много пишет, но, к сожалению, не часто выходит на большую сцену. Сегодня ей придется выступать и в роли критика, а, возможно, и в роли поэтессы. Это как она сама пожелает. Как эта книга рождалась? Понимаете, это любое дитя рождалось в мюках. Потому что, по сути, был очень плодотворный момент осенью 2016 года. Рождалась моя семья, правильно, в первые, в начале осени, в дальней болезни. И после этого это было настолько интенсивно, что практически в течение двух лет написано столько, сколько я бы Викторову не писала вообще. И на этом писалось, 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 писалось до бесконечности. И я решила уже где-то в середине 2017 года, что у меня готова книга. Она и называлась практически так. Ну, часть ее называлась так. Это потом уже общее название нового года. А потом как-то затормозилась. Я сначала очень сердилась, потому что хочется уже что-то сделать, уже какой-то новый шаг. Новая книга, она была практически готова. То есть, указывается, идеей и всего прочего. Потом, вдруг, жизнь затормозила. И я думаю, наверное, это было правильно. Потому что за последующее время, вплоть до нынешнего момента, книга, учитывая общее направление, идею книги. И тему, которая затрагивается в этой книге, она еще расширилась. Детей, так называемых, произведений, прибавилась. Вот такая вот ситуация. Так что, на данный момент, у нас с вами день рождения вот этой книги. А мы с вами ее крестные родители. И настоящие родители. Ну, и так, наверное, Ваймана, вам все. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, как всегда, трудно, наоборот, волнение. И мысли сразу все разбираются. И я пытаюсь себя так настроить. Да, сегодня чудесный повод. Потому что рождение книги – это нередовое событие. Прочитав книгу «Не прервать связь с временем», мне было очень много мыслей. Потому что это действительно наталкивает на размышления, на размышления о нашем мире. Откуда мы родом и куда мы сегодняшний путь держим. И чтобы не сбиться со своей мыслью, я вам лучше прочитаю свой отклик на книгу. Тут уже сложены все мысли по варианту. И, может быть, даже удобнее будет и вам в сообществе. Итак, я начинаю. Перед нами новая книга Натальи Корнировой. Это труп писателя, который подчеркнул нашего с вами современника. И тут это тоже очень важно. Обычно мы читаем книги классиков, и как-то, наверное, этот классик – это какой-то недосягаемый, это какая-то вершина. А чтобы вот так вот рядом с писателем, с настоящим, живым, которым можно потрогать, руку пожать, обнять, это уже надо немножко осмыслить, что действительно какое-то время из современника будет классик. Так что вот надо относиться к долгим образом, к пишущим, и ценить этот труд. Наталья Корнирова – писатель Совершения Миропорядка, происходящего вокруг нас в Синадуши. Все мы, хотим того или нет, воплечены в процесс движения миропорядка, или же наоборот, вернее, было бы сказать, мирного хаоса. Как складываются и как сложатся еще у нас судьбы, какими они будут у наших детей, внуков, что было до нас, и какое оно в прошлое имеет отношение к сегодняшним, нынешнему реалиям. Живя в своей обыденной, хорошо или нету, встроенной жизнью, нам порой не досуг задуматься о времени, которое не попадает в категорию вещественного предметного, что позволило бы подержать его время в своих руках, покрутить так и эдак, разглядеть. Тем не менее, это время постоянно с нами и отсчитывает свой ход, как бы играя в некие прятки. Каждая минута, каждый час становится на вес валютного злота тогда, когда пересекаются интересы религий и зелень мира сего, будто бы параллели и бельяна на географической карте, и доля лобового столкновения уже всем очевидна. Война и мир. По Кресиасту мы знаем время мира, время войны. Все о мире и о мире есть Ильбан Николаевич Толстонный, что было бы и осталось. Война, мы думаем, когда наступает война, уже не так мир, вечно надоживающий рану, который переносится в уже вновь обретенный мир. Мир — это такая же вечная перекройка неудавшихся портного поколщика, очень похожего на персонаж из миниатюры Аркадия Райкина, правда, для ушедшего 20-го столетия. Я недавно упомянула и Кресиаста, и Ильба Николаевича Толстого, и Аркадия Райкина, с тем, чтобы обратить ваше внимание на особенность изложения материала автора. В книге автор использует обширный материал, основываясь на данных исторических, философских, экономических и личностных, индивидуальных. Люди и их отношения между собой, бок овы, живущих рядом, как-то раскручивают планету, подобно тому, как мы крутим глобус на своем столе. Замечаем ли мы свои шаги, печатанные вековые и мостовые, распаде, а теперь и модерную педагогическую реальность? Скорее всего, нет. Море суеты поглощает их, стирает головы, но мы все-таки землями и земля организм живой. Она запоминает все и в свое время возвращает нам память. Все возвращается на круги своя. И почему? К любви, конечно. Которая неминуемо правильно расставит все акценты на сложнейших ситуациях местного и глобального значения. Итак, повысенки, которые есть в этой книге. Вдумчиво прочитав их, задумаешься, насколько их присутствует этот легкий губ по басону. Перо автора четкая, мысль емкая, порой глубоко драматичная и ненавязчивая. Читать легко, следить за изложением интересно, покупать стиль художественного русского слова. Прорисовка тончайших психологических оттенков героев продумана. Детали быта, внутреннее, внешнее убранство у Натальи Корниловой соответствуют каждой воспроизводимой эпохи. Это радость, как читатель. Читать можно на поле, а можно и по чуть-чуть, разбирая каждое предложение с творческим наслаждения. Спасибо. Вы обратили уже внимание, что сам жанр своему липому таким вот образом, но это тоже отчасти ироничное возможно, потому что посмотреть на самого себя все равно или на какой-то определенный период времени, неважно, касается это жизни одного человека или жизни целой эпохи или целой эпохи это, наверное, ключ к тому, чтобы понять эту эпоху. Потому как вечная проблема, вечная проблема это борьба между добром и злом. Именно вот на эту тему у вас здесь клип Виктории Цыгановой «Добра между добром и злом» была, есть и, к сожалению, наверное, будет. И, по сути, возможность посмотреть на это с точки зрения каких-то реально живущих в определенной эпохе людей и в то же время выдуманных персонажей, которые могли иметь отношение к каким-то действительно серьезным историческим фигурам или, по крайней мере, жить в определенный исторический момент, вот это было главное, что я реально пошло вот в эту книгу и что ее отвечают от других уже знакомых моих книг. Что интересно, что здесь есть несколько циклов, так называемые балтийские обосенки, обосенки, и здесь речь идет о Средневековье, начиная от Средневековья, с тех самых времен, когда Ливонский и Тектонский орден пришли сюда на землю Курши и Бросов, и включая, собственно говоря, судьбы тех, кто жил тогда и кто живет здесь, на этой огромной территории, и то, что с ними сейчас происходит уже в наших современных условиях. Вот такой пласт и балтийские обосенки позволили это сделать. Здесь речь идет и о предках современных притовцев, и о предках современных ладушей, и, собственно говоря, и о тех, кто пришел сюда когда-то в связи с тем, что вечная тема война и мир была и остается вечной на нашей планете Земля. Например, одна из повестей связана с французским лагерем для военнопленных на Курской косе. То бишь, вот это, как французы пленные соприкоснулись к жизни местных жителей когда-то в 1831 году. Здесь есть, скажем, судьбы литовской семьи, которые в 90-х уехали на новой избол эмиграции далеко-далеко в Австралию. Или в начале 2000-х из Литвы и Латвии уехали, скажем так, в Англию. Вот такая ситуация. Как складывались судьбы те, кто из Литвы, из Прибалтики вообще в целом. Есть отдельный цикл английский побасенки, но это опять же перекличка прошлого и современности. Отдельно есть цикл, с чего все начиналось, собственно говоря, и что хотели собственно издавать балканские побасенки или балканские побасенки. Они есть, они получились, и это они дали такой наверное мощный толчок к тому, чтобы попробовать посмотреть, что же происходит вокруг. Потому что тогда в 16-м году в сентябре на прекрасном берегу Треатическом море я ходила, не могла насмотреться, налюбоваться на то прекрасное, что было вокруг меня и все время подстегивала мысль. но почему именно там в 1914 году зародилось то, что в последствии звучало, что в последствии перетряхнуло весь мир. Потому что по сути всеми серьезными аналитиками показано, что именно выстрел Сарайба, спровоцировавший потом в последствии Первую мировую войну, привело к тому, что сокрушились все империи, существовавшие на тот момент в мире. А за ним сама планета Земля пошла по тому пути развития, по которому или большей этой части, о котором мы с вами знаем не понаслышке, потому что многие из нас здесь 50, 60 и 80 лет, и мы сами знаем, что случилось как минимум на одной шестой части земли и прилегающих территориях. И не только. Так что вот это был повод вдруг задуматься над глобальными какими-то событиями. Я очень рада, что в общем-то эта тема позволила попробовать увидеть не только то, что вот кто-то хороший, кто-то плох, кто-то начал, а кто-то пострадал, кто жертва, а кто, собственно говоря, агрессор. Вы знаете, как сейчас не настрактуется некоторое событие. Они оккупанты, а вот нет вот этих оккупанты, они не так относятся к нашему языку, не так относятся к нашему обычаю. Мы живем в 21 веке, да, уже в мире прошел огромный этап развития от язычества, от многобожия, а великие в свое время и те же самые рыцари в свое время якобы с очень рогрессивными целями пришли сюда будут стряхнуть мир языческий и познакомить мир с более прогрессивным и у какого ценой целой крови, страшной крови, ценой войны, потому что никакой народ, маленький народ или один отдельный человек, или даже маленькая семья будут сохранять то, что называется прекрасным словом самость, не эго, а самость, то, что мое, то, что характерно для нас, для какого-то рода, для какого-то клана, для какого-то семейства, для какого-то народа. И вот эти самые маленькие народы всю свою жизнь, живущие в Евгалске, в современном всю свою жизнь защищали свою независимость и свою самость. К чему это все привело, вы знаете, 23 августа будет очередная дата пакта, это был уже новая агрессия и новый передел, за которым последовала Вторая мировая война, а то, что было потом, мы все с вами достаточно хорошо осведомлены. Так, видите, религия как прогресс, да, с одной стороны, и в то же время мы знаем огромное количество религиозных войн, потому как умирала одна религия, рождалась другая религия, пришел Мартин Лютер и разразилась Тридцателетняя война. Потом, скажем, вот эта земля, на которой мы с вами сейчас стоим, насчитывает более 700 лет так называемой орденской, немецкой так называемой истории, да, а вы представьте себе, что, тем не менее, у нее есть другая история, которую мы не знаем, потому что нет носителей ни языка, ни культура, нет ни курсов, нет ни курсов, здесь живем мы и считаем, что это уже наше, потому что мы здесь все живем достаточно много лет. Так все быстро меняется. Такая вот складывается паровая ситуация. Есть парадоксы во всем этом. Те, кто пытается подчинить кого-то в силу определенных принципов, мы умнее, мы сильнее. Мы не говорим, конечно, в данный момент о аварийской вести, которая сильнее всего и мудрее всего, а все остальные никто и ничто. Но тем не менее, даже Первая мировая показала, что возможности компромиссов есть, хотя, к сожалению, зло на протяжении истории все-таки достаточно часто побеждало и продолжает побеждать. Такой просто момент из балтийских повасен момент ращества, католического ращества и Первой мировой войны. Вскоре после католического ращества кто-то принес госпитой трокийные немецкие газеты. Перерывы между Перемьевсками и Мариам и Асиатаси Крисмаса. На одной сфотографии в сайте с английским названием «Мири Крисмас Туду» «Инглишная счастливого ращества по-магричному», она вдруг увидела своего Владимира живого и невидимого в английской военной форме игравшего в футбол с немецкими солдатами. В тексте было указано, что с декабря 14-го на Западном фронте произошло необычайное событие. За неделю ращества британские и немецкие солдаты отказались влиять друг друга и начали обмениваться рождественскими подарками. Около Игра немцы начали украшать свои траншеи рождественской атрибутикой. Вскоре британцы услышали немецкую рождественскую песню «Чтили о нам». И еще через некоторое время со стороны немецких позиций на лораном английском послышалось «Мири Крисмас Туду Энглишме». В ответ британцы запели «Сайбл Найт». Слова у этих песен разные, но мотив один тот же и вскоре немецко-британский хор слился в одно целое. Немцы начали выходить в нейтральной полосе без оружия и звать британцев в гости. В их руках были коробки с подарками. Немецкие и британские солдаты угощали друг друга сигаретами, а потом играли в футбол. Рождественские перемирия они использовали для того, чтобы забрать трубки погибших, которые пролежали уже несколько месяцев в нейтральной полосе. Были даже проведены совместные церковные службы. И так главная героиня Марьяна думала, что по крайней мере ее супруг был жив накануне Рождества. И вот после вот этого радостного перемирия, когда вот все возможно, если бы кто-то был умнее, если бы был какой-то умный дипломатический шаг, может, после того перемирия можно, так сказать, закончить кровопролицию. Ничего подобного, потому что потом был другой Ипр весной 19-го, когда в результате глазовой атаки английские и немецкие войска потеряли десятки тысяч солдат. А кроме того, во время Первой мировой войны были использованы танки, подмеметы, самореты, подводные лодки. Один за другим следовали Берден, Артуа, Шампань, Карпаты, Галиция, Восточная Руссия, Курлентия, Виссарайя, Греческие Соломники, Сербия, Тарганевы, Перси, Сапотамия, Виссарины, Мазамик. И вместе с датами географии и датами войны множеилось число погибших. Здесь есть еще один такой прекрасный момент, когда в госпиталь так называемой русской армии приносят военного в чужой форме и врач говорит, ну и что? Мы все давали для други пока. Так что, наверное, высшая проблема войны и мира, высшая проблема Дарганзия была распространена человечность. Так мы хотели думать. Я хотела бы пригласить сюда уважаемую Неверю Позанаускину. Этот удивительный человек, стихи, которые я перевожу в длительное время, вдруг совершила ночь так удивительную. Эту повесть, которая, по сути, послужила началом всей этой книги «Валканские повосенки», она перепела и на литовский язык. И этот текст на литовском тоже присутствует в этой книге. Пожалуйста, и на литовском языке. Спасибо. Так. Был такой один момент в семейной дипломатике дипломатике. Прозвучал зон. Наверное, Вначале было предоставление этих «Валканских фамазников». Это восьмой дипломатике услыхало, а потом в веселье свободное услыхало, услыхало зол. И ничего, Потом «Зол» «Нотариус». «Попробуйте на литовский». Вначале испугнулась. «Нет, нет, 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 нет». А потом когда я еще любилась и не могла иначе она не могла отказаться, потому что всегда делается, если не хочется писать, не пиши. Вот не хочется переводить, не переводи. А там закатилась, она запросила. И короче, извините, я буду встать. Я буду встать, потому что так. Хорошо? Хорошо. И самое главное, такое характерное может быть такое замечание, когда что у меня «Аааа», как сказать, «Ну, сука». «Меня «погабо», «меня ляйдо» То, что такая сценографичность этого, такая манера театральности. Вот в наших студиях, когда бери и инсценировку, вложить, как Чехов, нам давали всегда это, инсценировки, писать, так-так-так-так, текст. И, знаете, я не удивлюсь, если кто-нибудь, когда-нибудь позовет этот текст на какое-то кино, кинематограф или на театр и превратится на то. И вот я хотела, из этого перевода, было Новый год, было пару лет тому назад, я все забыла, все на свете и, короче, погрузилась Наталья в ваш мир. Вот именно то, как вы говорили, вина и мир. Вина, почему? Извините, безвините, у меня, понимаете, это будет немножко. Так, потому что оттеночки, где-то маленьком лице еще, медал, сапада. Так, да, и вот я уважаю 100% текст артерский. Только я, потому что я, как камешек, есть озеро, солнце, и как умею бросать и касается воды, бежит, бежит. Я так побежала по тексту, и немножечко, так, коснулась, коснулась, коснулась. И чуть-чуть, 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 вот то, что говорили ваши, как сказать, музыканские персонажи. Да, правда. Итак, фрагменты, 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 фрагменты балканских пабасов. «Валканус армес». Я немножко, такие, как в кинематографе, это есть, от дубля, сцена. Я немножко бросала свой текст, чтобы было ясно, чтобы была связь немножко. Вот. Короче, так. Как называется на русском языке? «Валканские пабасы». Нет, нет, нет. Это действие, когда кинематограф делает. Дубль. Дубль. Первый дубль. Дубль, первый дубль. Первый дубль и остальные дубль. Первый дубль. Действие происходит. «Валканские пабасы». Валяна, и прасынтез вердовокава, и скрытили полаикашчус. Калиния во первом, и вверху джиук штек. Ушельникас, туркас, сверченск булня, попрастай малонус, и специалий, и емс вердовокава по салу рецептам. Калиния во втором, и вверху джиук штек. Калиния во втором, и вверху джиук штек. Клиния во втором, и вверху джиук штек. Калиния 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 во втором, и вверху джиук штек. Ко я из-за гибельма нори и как шаги галима посекти. И шаги праеих пепеп, септимай мебель. Живо саптинкосу Марияну сене нет. Уж таки раппортишко. Шаги немасит, пепепепепепеп. Райшки ищидашусь, рухань циверетес, сусупрямо дингу мауштику. Жимит, вискат апель науяуси, науяуси скимо премьерас и спектаклиус. Асменишкой пажестямо су гумеляу, блоку ir gyпиус. Пастови visų savaitės, суostinės, salonį, vakarу ir paradų, lenkytoje. Штai iš čia saraime. Jie gyveno virkutį antrame aukštelį. Bet tau jau, nuo pačių ankstių ryto, jo, милови žmona, сėgyva pačioje vakaviterijoje pasturka. Skaity laikraščius, rašė pasadą savo bloknage ir rūkė, rūkė, rūkė. Mariana, нusausinda mano sinaitę, ašana, pakėlė jį į galvą ir linktelėjų linklaikaščių, nuklotų visų aplinkų. Mariana, dalimi ir takis blat, iliustrierti koremen seitung, lepeti de valizien, rūskai slovo. Visi jie reikia apie tragedy of the Austrian throne, pravėlė Austrių soste. Kada? Perpausėtis. Ir jie sakė. Ir jie gyvistėsi žaimiškai. Ir Vladimirui susikalpė gausi greikalų. Dėl to jie visą laiką atidėliauja išveikimą. O paskui būkė, žinėlius, stotis, dokumentų patikos. Ir žmonės, 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 pikti su Elinė adresijus. Kažkur jau pusiausio dėlė. Elinė pasukontrolė. Išsugino Vladimirą. 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 Čia. Marijana. 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 Marijana savo vyrą. Vladimirą. Vladimirą. Štai jau. Taip taip. Vladimirą. O besiržinčios išėti jam palimų Marijanus. Darį mėgšleidų. Iš kape. Išsiskyrimas. Karas. Ir jau kokia metu mėnesiu. Jį Marijana. Nuokavo fronte. Ir vienos iš. Fronte. Šiai pravertė visą. Koja kažką mokė. Šumonė. O štai buvo dynios. Žinimis neko. Ir šitą dadalėlį aš lietuviškai gal nekartosiu. Skaideriu kalbą. Pane Natalija. Apie tą nuostalvų įvykį. Kada. Marijana į rankas pateko. Vokieškas. Turfeiniai vokieškį metrašį. Ir pertrako į patelšimį Marijana feiminos vartytį. Ant vienos iš fotografijų. Prie straipsnio angliškų padinių. Mediklizmas. Turiu. Reimlišmę. Laimimų kalėdėjimų sądvai. Jis taip pamatė savo Marijana. Kyvą ir sveiką. Ir kaip jie gerdojo. Ben gradėsme. Tini naktis. Taigi. Vis padinės. Gryvas. Arba be nebūtas gyrvas. Arba be nebūtas gyrvas galėtų iš vakarėse. Visas pasaulys buvo įtrautas į karą. Rolėsi tik tai. Tam. Kad su gyrįtų vienį kitus. Išraigingai. Tandar išraigingai. Arba pradukai. Minčiniška prausė. Paukabai. Tūkstantys neįšimtį aštumės šintyje. Taigi. Nataša. Minus. Minuškas apsižvaigė. Keliautojai. Asitalaikdavė. Naimybės veidais iš anksto. Beigodamėsi. Nuostabę išvyka į jūrą. Žinimočiavusi tarp savęs. Ir begalų fotografavusi. Iš patirimo jis. Kaip vieną vasą. Per savo studentiškas atostogas. Dirbamas čia pintame miestelėje. Katerio vairuotojų. Ir bežiūdamas turistus. Fantastiškas vietovės žinojo. Kad kai tik jie šokčias pirmin. Į jūros žitrinę. Dalis polisiautųjų. Patys grasiausiai. To jau pat. Plūsėsi katerio priekyje. Nes tai iš tiesų. Neusakomas jausmas. Tu priekyje. Ir bangus teiškai tave. Šitos beilios. Antrijos bangus. Šį kartą mojų to juo neapgavo. Iš kartą keletą žmonių. Drąsindami vienas kitą nuskubėjai. Iš laikų galio priekyjo. Jų tarpė į vieną vertiną. Rausalėte. Iš kartų statinis. Įsipausydamas į drąsuvanų replikas. Milošas pavaliausius statė katerį. Ir tuoj pat. Jungsmuoji liaudos. Pradėjo šokinėti į vandenį. Skrūtus kai družintai padrėjos vandenis. Buvo pasirengę laikyti pluduojantį kiekvieną. Kas patikės save į valį. Ir tai viršum. Keturiasdešimt penkių metrų kelmės. Rims pazartas. Ir nesu kuo nepalyginamas tikėlus mokrošis. Ir prūkų pasakymirkos. Kurių. Kurio norėjusi pratersti. Sugirianti savo. į save šitos kalnus. Šitą dangų. Šito vandenis platėjite. Milošo sužinojo, kad jūs vandas Martaš. Kad į Maskvietį. Istorijos fakulteto studenite. Jūko keturiasdešimt penkių. Lėsotelis. Vistar. Kur šiandien. Paklausė. Išvalgama į mašiną žalę. Milošo. Išsaugino vieno vieno vieno. Vieno vieno. Jūsų mokrį neklarių būtų. Ilio švienų. Imikį ragimų. igsą neturi. Į toli. Kai įvėkį pagaliauką. Privažiavo. Caligę. Mes mė prayerų. Št unique kato akurės. Prie patsratų komplekso. Маташа тихо ошли в живерах. Мелин, мельину в полно, ванену жидрано, Балту шнелто у лисого о'шлышна, Балту шнелто, у лисого ошлыша, И на кавкас платыбе, где камнис. Милу шастинти по вам угодно. И осталось, О остальное… ...и каждыйger скотин running, Уживая с обеятельностью. Руси жмоней, Прогатмите в стейне, Амжимас артисис, другошко жены. Чио капнис, а пауза не паща. Таиду, русу кариамску венегу дыржу, когда руси послевывали в Саудовую камеру, а бар несуситарят кису наугио-режиме, курица пейо-сакейтис командой проваливой мастерой. Таиду, я сидурю таргольту, антарголь. Су токейс панк ишвайзджейс, Балтайс аквенинняй скриджейс, сумиуси ювардайс и павадейс, и лингвинемо пейдритияс датомис. Ант кайкурию капу ужрашу не было. Милошас прилибега при Антарплю, 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 ужрашида. Владимирас, Акулинарьевичу, ир Мариявис иркевна, Ивановой, 1884-1985-1985-1985-1985-1985. Штай, Акулинарис. Кас штай, несупраду Акулинашу. Таи мано просиме и просиме. О плинкуй, Уж рису штос аквилеѣ, Акулинашу, Акулинашу, Иршу, Оши, Паркас. Ир Йоманчинь, Иршу, 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 Иршу. Иршу, Иршу, Иршу. Иршу, 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 Иршу. Уже велико, L altriка. Иршу, Кас Kaун� ici о�шу, Иршу. Иршу, Иршу, Акулини, Чуде, Иршу, Иршу, Чуде, Мейко. Уже велик, же, Иршу, 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 хворачу мейко. Вот здесь, в роте, в кайнице, в локу, в ригуознице, Висказа была поднимка. Диджами, монструю, карою, Висказь и гляншу, а весь науеснес, Вегас, наивином, пролито, О, а потом рекомендую, Науку. Раудована балта, Раудована грязевая и снега, Балту москареви, Раудована балта, Раузвас краудес, Ангалту легоринес карбиньо, Раудована балта, Англодай пилку снега, Раудована балта, Jos Marjanus, Ошмаршку сану се, Куримис веще не было лаико, Було тиктой дарбас, И керей, 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 Сокриджимас Валканус. Поисокеуси клайону, Бастинуси, Барболиневу динунку, Владимирас ir Marjanу Атлико į į tą Adrėjus skrandą į Balkanus. Ир тиктой че, Marjanу гарėjo Атшильку, Нес по васарию, Ten, Jau buvo, Шилу tapei, Kaip, Дериня, Мунати, Квасара, Ославу, Калба, Курия, Пагалда, Буле санксис, Шейн, Мунати, Мунати, Шейн, Мунати, Мун Yep. Мунати, Калба, Мунати, Мариана и Владимир, которого поначалу вы назвали Владленом, казалось, что это как-то соответствует эпохе. Они, собственно говоря, вымышленные герои. Но знаете, очень хорошо, что есть такой момент, что называется «Встреча с считателем». Вы помните, как я тогда приехала, как накрыли, я сразу написала столько материала, и как-то пауза, мы сделали эту первую громкую читку. И сразу же, слава Богу, чутко мы читатели сказали, «Наталья, как-то с именами не то», сказал, конечно, наш мудрый Владимир Коваленко. Потому как Владлен – это как расселение так называемых новых имен советской эпохи. Владимир, Ильич, Ленин. А события 14-го, 18-го и далее годов, то бишь, потом уже я смотрела новые варианты из редакции, все равно где-то как у нас появлялся Владлен. Так что если вдруг мы где-то что-то там, скажем, не зачеркнули и переправили, вы не пугаетесь, уже вы читатели. Это одно и то же в лицо. Но помимо, скажем, двухмышленных фигур, которые в принципе могли быть, потому что они жили жизнью своих современников на тот момент, да, упоминаются еще в этой повести фигуры, действительно жившие и чрезвычайно авторитетные. Здесь есть ссылка на любимую поэтессу Марианны, героини, Малину Ивановну Цветаеву, которая ей благотворила срочность Райнера Марию Вильке. И между ними была такая интенсивная переписка. Так вот, я думаю уж кому-кому о Ринке, который изнутри видел все, и в то же время, будучи человеком немецких кровей, бесконечно любил Россию и восхищался ею, когда приехал однажды в Россию с визитом. И он написал великолепные стихи, которые нам сейчас прочитают ученики из школы поют. Пожалуйста. Это София Югала и Юра Фантюрина. Эдер Мария Вильке. Знаменосец. Другие чувствуют лишь боль в костях, Железо тяжесть, И шершавость ткань, Ускаченный взгляд пирамид камня, Многажды оденал за дичами. А он несет, Возлюбленный свой стяг, Как женщину в торжественном наряде. Тяжелый шел, Саня уступает сзади, Порой вздымая волну, Как река. Он видит в ядь, Сожмурившись слегка, Улыбка, Сбегает мунистер. Когда же со стрелька Вражья лапа, Чтоб вырос вкладки стяг Из рук солдата, Чтоб, Как бы решив Пробительское обиде, Сорвав стрелька, Он таскивает На сердце, Чтобы сохранить на некий, Другие это слабо называют. Фюрн, Раздвинутая острым произволом, Насыщенных событиями времен, То ямворочным празднеством веселым, То бунтами, Календующими трон, То герцога-геройским анеолом, То казнью, уважающей закон. Все это смотрится, Как фон. Она пытается втянуть границы, И это не под силой ей одной. А все кругом, С торговым рядом слиться спешит, Или укрыться за стеной. Мечтает сверху обозреть округу, Дома. Подтягиваясь к чердакам, Застенчиво скрывая друг от друга Причастность к башне, Взмывшим небесам. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое удовольствие. Любителям литературы, Они же еще у нас участвуют в театре, Школьном театре, У режиссера замечательного. Спасибо, ребята. Спасибо. Вы можете скоматься, Вы можете делать как-то. Спасибо. И тут поэт, о котором мы говорили. Хорошо. Спасибо. Вы знаете, вот, Мне Юля Кузановская, Когда цитировала что-то, Уже переведен в литовский язык, Она упомянула, ну, такую деталь, Которая чрезвычайно важна. Сейчас вы поймете почему. Так она упомянула о том, Что значит, Марианна, Это была, После семи лет, Классического, Как значит, Начало двадцатого века, Да? Она была, Вдруг стала классической эминсипен, Ограбала свою косу, Да? И так далее, И так далее. Вот. И, собственно говоря, И начала гурить, да? Ну, стиль-то гурлинии, Обязательно какая-то, Пахитоска, Папироска, Обязательно мундштук. Вот этот мундштук был из яндаря И из паланки, да? Подаренный ей, значит, Мужем коммерсантом. Знаете, Это была попытка Привязать вот эти события, Так сказать, вот, К исходному конкурту, Где стоим. А вообще вот эта попытка, Вы почувствуете, Она есть почти везде. О чем бы здесь не шла речь, Но вот, в общем-то, Отправная вот точка, Она вот отсюда. И поэтому, Так или иначе, Но вот мебель В той или иной форме Либо упоминается, Либо на самом деле Имеет место быть В этом видеть в целом Ряде повестей И даже рассказов. Ну, а вот Один из этих рассказов Тоже мы читали, Как мы собирались В гостинице Клайпеды На как-то зимнюю читку, да? И вот Там была повесть, Которая называлась Человек его знает Алитошкин домик, да? И вот это подарили Уважаемые друзья Но здесь мы видим Кого мы здесь видим? Ну, во-первых, Это Клайпеды Это красные казармы, да? Ну, а солдаты Какой армии И какой войны? Еще до Первой мировой Да, Первой мировой И вот эти шишаки Золотистые шишаки Шлемы Это немецкая армия И это Первая мировая война Вот представьте себе Да, но это Клайпеды Это красная казарма, да? Вот они марширующие здесь Солдаты А я, будучи в городе Где прошло мое Детство и юность Это Игрунский город Лидов, да? Станинами В принципе, Лида Это бывшая Я родилась на Сибири, Россия Вот, по сути Детство и юность Вот до отъезда в университет, да? Были там И, соответственно, там и родители живут Ну, теперь уже только мама Вот И так далее, и так далее И многое связано, конечно, следы Я уже наезжаю И вот, естественно, куда-то хожу И старая крепость, которую сейчас превратили в изумительную крепость Ее восстановили полностью Так как, например, собирают восстановить наш Мемельбург Да? Есть такие планы, есть такие идеи Так что, вот, Белоруссия выделила такие средства на восстановление Там музей замечательный И там была выставка, посвященная событиям Первой мировой войны И я впервые вдруг там увидела вот точно таких же солдат В таких шлемах шишаками Так в разваленных крепости Она была, действительно, значительно развалена в Швере в свое время Вот И зима, снег, какая-то пушка стоит там И вот-вот солдаты такого типа Меня это очень заинтересовало И вот это послужило отправным пунктом для повести, которую я написала, да? Но, кто слышал часть этой повести на чеке, тот помнит, что там, в этой повести, в силу обстоятельств, опять же, война, да? Встречается парень, сын ремесленников Из улицы Кепельни, здесь у нас, да? С улицы Пекарей, в Мемеле, да? С девушкой, еврейско-польских кровей В маленькой белорусской лице Которой тогда нельзя называть белорусской лице Не было тогда никакой в Беларуси Она с 1795 года И Вильнюс, и сама Лида Были частью, скажем, российской линии Такая была ситуация Так что она была больше литовско-польско-еврейской лигой на тот момент Потом там появились все остальные И там с 1795 года стояла русская армия, да? Так вот, вот эти события меня заинтересовали Ну как же там, я столько лет жила в том городе, в том городе, да? И как-то вот так мало знаю об этом Ну и вот решил, значит, начать свои воскопки В результате появилась вот такая повесть И, в общем-то, и вот это было дополнение к тому, что потом уже было, скажем, прочитано Но самое главное, что в этой повести появился еще один герой Гигантский рыжий кот по имени Мур Которого пытаются поймать где-то там на крышах Вот этот кот, живой персонаж Который жив еще Жив кот Мур Не знаю, как его зовут на самом деле Просто у нас одного поры-то есть на самом деле вот такого размера Гигантский рыжий кот Однажды я пришла за текстами к нашим авторам Ну, я звоню там и говорю Вот здесь мы встречаемся на таком-то перекрестке Вот, скажем, я подошла И господин Шевердов, значит, в назначение времени вышел из своего подъезда Принес мне там где-то там в кармане тексты А думаю, у него такой гигантский кот Но он был настолько красивый, настолько яркий кот, что я решила, что пускай он живет своей жизнью отдельно в повести «Черт его знает» или «Кошкин дом» Ну, конечно, все на момент окончания повести все жили, да? Потому что хочется, чтобы была какая-то позитивная концовка По-моему, никто никому в лету Вот такая ситуация во всех повестях Но, опять же, повторяю, что немец, так или иначе, он переплетается со всем, да? И конвой, какую-то немецкая тема проходит здесь во многих повестях Скажем, в прошлом году, в 18-м году была написана повест, который называется «Граница» И она имеет отношение, скажем, к той территории, которая находится между Палангой и нынешней Клайпедой Это Немерсета Если вы знаете, что можно ехать по прямой дороге чуть дольше И повернуть сразу к ботаническому саду через Немерсету Кто ориентируется, едет на машине Так обычно туристов тоже возят, скажем, туда, кто едет в Палангу Так вот, Немерсета — это была граница Это была длительное время граница, скажем, между орденом и жамантийскими территориями Потом это была граница длительное время между Рейхом и Литвой А с 19-го по 23-й год это вообще была территория Латвии Вот нынешние Паланги, университеты и так далее Думаешь, там вечная была граница Так вот, ситуация такая, скажем, 39-й год и здесь уже немцы С марта 39-го года в мире снова пришли немцы Да, и была, значит, скажем так, оккупация очередная Ну, Литва должна была мирно уступить этот край, чтобы не разразилась война Вот так, как бы пошли на уступки такой момент Чтобы, так сказать, вновь новая присоединенная территория Вот видите, вот эта территория как бы стала литовской, да? И седьмой двери, да? И сюда подъезжали тысячи и тысячи людей из так называемой большой Литвы Чтобы край стал не немецким Исклонно его разбавили и новой силой, и другим элементом Так вот, как этот край, скажем, видит, скажем, главная героиня — Маама У которой больная дочка Скажем, это литовско-польская семья Они из Лениса, и они приезжают в погожие и хорошие дни на курорт в Паланку Но у девочки больное сердце, и они решают, что, ну, врач говорит, нужно срочно куда-то ехать Акаунтсов далеко Куда? В меню? В меню или границе? С меню или границей всегда очень сложная ситуация, да? Пропустят, не пропустят, и что из этого вообще получится? И вот, оказывается, ну, иногда что-то получается Иногда Скажем Женщина интеллигентная, приятная, которая всю жизнь боялась военных, униформы и немецких отчалок, да? И вот она оказалась в этой ситуации на границе Герр-капитан Эти литовские поляки совсем обнагли Требуют пропустить через границу семью с больным ребенком Как будто нам здесь всем больше делать нечего Вы же знаете, что инструкция Доложил дежуривший у телефона Крауза Герр-херцман положил трубку и подошел к окну Крошечный аниверситет, где он нес службу, чем-то напоминало ему его родной Штайндорф Только вот работа здесь была собачьей Нужен был глаз да глаз Не прийти к Господе Какая-нибудь провокация и войны, которая уже висела в воздухе, не миновать Он свиннул на календарь 39-й год Мемель недавно снова стал немецким Фюрер выдвинул литовцам, новым хозяевам этого края, ультиманту Так что отдать территорию для них было благоразумнее, чем все-таки войнать Перед глазами Герцмана вдруг возникла его бездетная дура Ее личное несчастное лицо, когда она видела вокруг чужих детей Ему вспомнились их тщетные усилия завести собственного ребенка И уныние после посещения врачей Однажды в отпуске на пароходе Дора чуть не сошла с ума от умиления, когда увидела пару англичан с усыновленным темнохожим мальчиком Ей тоже непременно захотелось кого-то усыновить И он Герцман не возражал, хотя его и ее родители были категорически против И даже кандидатура была найдена Но Дора вдруг сказала нет Гонс Наверное, она и сама того не знала Герцман прекрасно служал как Инструкцию знал и всегда выполнял ее беспрекословно Иначе ему этот пост не доверили Буквально на днях Предписание сменили И ни о каких поездках личного свойства В данный момент там и речи не было Он еще раз глянул в окно А потом поднял трубку Набрал номер И жухнул и бухнулся где-то Пропустить Огромные овчатки с обеих сторон автомобиля У Евы с детства был панический страх перед большими собаками Но сейчас она не имела права поддаваться собственным слабостям Она просто замена Велела себе замереть Когда большая желто-чурная собачья морда Основалась края ее платья Люди в форме с надписями на пряжках Гутмит-Унс Сновали туда-сюда Строгий рассмотр багажа И вот они уже мчались по немецкой дороге Хоть человечесть Если она не имела место Даже при таких вот условиях И еще одна повесть Стоит совершенно особняком Вы, читая это, заметите сами Она не имеет отношения ни к бывшей Скажем, вот этой огромной территории Когда-то орденской территории, да? Ни к Жимати, ни даже к прекрасным Балканам А это имеет отношение опять ко мне Понимаете? Потому что все равно автор Что бы он ни делал Все равно завязан на самом себе И на том, кто он такой Что он делает в этом мире Какие-то мысли, которые его доливают И вопросы, которые он пытается ответить сам В общем-то я упоминала, да? Что в Белоруссии прошло мое детство Практически с двух лет, условно говоря Я с полутора лет И до 19 лет, пока я не ехала учиться в Калининград А потом уже из Калининграда была Клайпеда И вот Клайпеда продолжается на северство Уже все поездки потом из Клайпеды куда-то Так и вот этот краткий период Связан был с Архангельской областью Ну, в общем-то я с тех пор там никогда не была И, естественно, у младенца, который я не помню Но увидела, не знаю, даже чувство Настабелить не может, да? Но есть мама, есть тетя Тетя живет в Петербурге И она каждое лето приезжает к моей маме в отпуск И иногда, но в последнее время чуть ли не каждый год Это иногда повторяется Мы в этом отпуске встречаемся Но на какое-то время пересекаемся И, в общем-то, вот это их разговоры О том крае, где они провели Они тоже не там родились Просто после войны вынуждены были туда Силу авторитетства ехать И так Архангельская область И вот до того вот это все вот как-то вот Бродило, бродило, бродило Что в какой-то момент захотелось поинтересоваться Что же там сейчас? Даже появилась, знаете, вот такая идея Я даже подумала, господи, я теперь как эти туристы Которых мы с 90-х называли Ностальши туристы, да? Которых к нам приезжали сюда Те самые немцы, которые здесь от этого родились А потом ехали И идут к ним уже чуть ли не 10-летние И не стали приезжать сюда, куда они были Сейчас приезжают все, примерно, моего возраста И младше своих детей и внуков привозят Да? Вот изменилась категория туристов Такая ситуация Вымерли Да Но в том плане, что это уже другая категория туристов Действительно, и мы им стали интересны по другому В принципе Включая инвестиции И приобретение жилья у нас И так далее, и так далее И спокойная литовская земля Церилизованная Ухоженная Это действительно конфетка Да? Да 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 Это точно Такая ситуация Так вот После всех этих разговоров Вдруг Вот было погружение в тему «Узкие серверы сегодня» Ну, знаете, немножко грустная тема Так вот, просто небольшой отрывок оттуда Потому, наверное, так это выглядит Не пасквей, но, наверное, так это выглядит Поэтому То есть, какие-то реальные вещи здесь просматривать Он все-таки вот Достаточно Общел Андрей закончил очередную экскурсию Группа была маленькая Все просто любопытствующие А один Точно и журналист Вопросы каверзные задавал Он, Андрей, конечно, старался быть корректным Теперь он уже мог быть таким А когда десять лет тому назад пришел сюда На постриг И на постриг согласился Многое мучило и раздражало его Ох, и ломало его молодого Ведь ничего-ничегошеньки Он в монастырской жизни вообще о церкви и вере не знал Владыка принял без особых расспросов Тут же и одежку ему выдали И келью ему принял не темную и холодную И опеку на назначили старого монаха Григория Который ему вместо отца и матери стал Да молитвам и обиходу учил Каждый вечер, молясь нововыученными словами Андрей твердил по имя отца и сына и святого духа Аминь И вставали за ними этими простыми словами Перед его глазами его дом и его семья Был он из маленькой прибрежной деревеньки Где ни школы, ни работы, ни медицинской помощи Ничего Отовсюду приходилось добираться туда на перепаде И он рано оказался в интернете Дом у него был деревянный И спиночки с осен с руками Мать довольно еще молодая и красивая Но сильно плющая женщина Каждый год она рожала детей Даже матерью героиней считалась Через что стучала с себя кулаками в грудь И кричала с обидой Что только почему ее листойно уважает А потом вдруг взяла и поверла Детей всех свет за ним по интернатам так и раздали Отца своего он никогда не знал А мать говорила Что тот был интеллигент Из приезжих Очкастый, умный Все по вечерам в шахматы сам с собой играл Да классическую музыку слушал А однажды с мужиками пошел Рыбный лов с водок отгружать Чтобы денег немножко заработать Да рыбы домой привезти Да скоро вступил Там его и подкололи местные Ну мать других отцов в дом приводить стала Надо же было как-то семью прокормить А когда время пришло из интерната в большой мир выходить Понял, что дома его ждет судьба его отца И вон ушел в монастырь Здесь спокойно речь идет о Славках И соответственно еще и о тех многих-многих Которые имели отношение как к Соловецким островам Как к Соловецкому монастырю Так и, соответственно, к последующему Соловецкому лагерю Уже в советские времена Вот такая вот ситуация Потому что очень классная тема Вот она нечаянно так раскопалась В результате моих археологических Таких вот каких-то исследований Ну вот, вот из песни слова не выбросишь Так что поэтому Это поле здесь тоже нужно встать Я надеюсь, что, в принципе, каждый найдет для себя что-то Учитывая собственные интересы И в то же время есть нечто нормальное, что объединяет все это Вечная любовь Смерть Любовь, дружба Любовь, верность Война 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 и мир Добро и зло И все мы вот такие вот Хорошие, плохие Всякие, разные Но это жизнь Поэтому и автор не может быть далек от этой жизни И сам он, прежде всего, человек, живущий в этом мире И герои его тоже, прежде всего, люди Они схемы И не ходячие могут И поэтому вот Я надеюсь, что будете читать И вам это, возможно, понравится Я хотела бы попросить Исутствующих здесь людей Может быть, что-то сказать Либо по поводу книги Либо по поводу Даже прочитать какие-то свои стихи Или свои произведения Пожалуйста Галина Соловьева, пожалуйста Я хочу вас поздравить С выходом этой книги Прощайтесь со своими елками Отдаете видео Читателям Сегодня такой Я считаю, что сегодня для вас такой праздничный день Поздравляю душу Желаю И предчувствие такое, что очень что-то будет Встреча У меня чувствуется Такая нечувствительная Я чувствую, что Очень будет хорошая встреча с вашей книгой Поздравляю Спасибо